Всем привет! Чем вы занимаетесь после работы? Я вот сейчас пеку блины. Сейчас я вам расскажу историю этих блинов. То есть, когда ты мама, ты просто обязана выполнять то, что ты пообещала когда-то. Итак, что же произошло? Пару дней назад я испекла блины, и Тимур посчитал, что он съел меньше всех. Но это на самом деле, скорее всего, так было. Дело в том, что, видите, он чумазый такой, сейчас ест блины с нутеллой, у него выпали два зуба. Да, там видно. И он не успевает за братом и за сестрой есть так быстро и так быстро жевать. Он всё так по-польски, да, и там ещё один шатается точно. И вот он съел меньше всех. И вот у него вот, его это очень сильно мучило. И он сказал, мама, ну надо ещё блины спечь. Я говорю, ну хорошо, как-нибудь. Зря я это сказала. На следующее утро, перед тем, как идти в сад, он разбудил меня. Говорит, ну что, где блины? Говорит, давай вечером. А вечером я пришла, больная. Опять говорю, Тим, ну пожалуйста, ну пожалей меня, давай я тебе чуть позже испеку. Ну и вот и переносили, переносили это событие, это занятие. И вот сегодня он меня заставил всё-таки спечь блином. Кушаем, кушаем. Вот, поэтому если что-то обещаете ребёнку, обязательно это выполняйте. Кстати, да, вот один из минусов работы учителем – это болезни, которые ты можешь подхватить в детском саду. Слышите мой голос, да? Он уже появился, вчера его вообще не было. Так, прям такой хриплый-хриплый был. То есть шёпотом нормально разговариваю, а вот голоса конкретно не было. И думала, что сегодня вообще не пойду на работу, но нет. Голос появился, но это как раз не ларингит, от которого у меня очень часто сейчас, Тим, подожди, вообще пропадал голос. Это просто какая-то инфекция, потому что очень много человек потом заболело и ходят вот такие вот же хриплые, как и я. Да. Мы сейчас таблетки просто выпили. Таблетку надо просто выпить и голос появится? Хорошо, попробую. Вот, а я сейчас пью чаёчек, не чаёчек, кофеёчек с блинчиком. Я готовить эту таблетку, и может, если это от такого гриппа? Нет, Тим, это витаминки были. Как же долго я этого ждала. Сегодня суббота. Всем привет. И у нас наконец-то начинается... Ну, я не могу сказать это ремонтом, мы просто решили перекрасить стены. Начнём мы с... Даже не перекрасить, а просто освежить. Освежить. А, ну да, точно. Цвет будет тот же. Виталька у меня сегодня спрашивала, хочу ли я что-то изменить. То есть, там, зелёный, красный или нет. Возможно, потолок какой-нибудь зелёный. Ну, понятно же, что это шутка. Нет. Мне устраивают серо-белые стены на кухне. Ну, что я могу сказать? Ну, сколько мы живём здесь? Три, и до нас ещё... Два с половиной. Почти три. Сейчас октябрь, мы приехали в февраль. Так вот, а стены были покрашены до нас, ну, за год, да? Кисточкой. Кисточкой, да, кстати. Причём прям все-все стены были покрашены почему-то кисточкой. Ну, да. Ну, что могу сказать? Вот серая стена так более или менее. Ещё мне не нравится вот эта стена. Здесь стояла кровать. Смотрите, какой прям потёртый. Здесь кровать стояла. И ещё очень долго здесь стояло кресло. Здесь вот кто-то рукой дотронулся. Прям, видно, детской. Ну, есть, есть, есть грязные такие прям пятна. И, наконец-то, будет чистенько, свежо, красиво. Ну, всё, Наташ, давай я сейчас оклею, позавтракаю. А потом, когда начну, ещё включимся. Окей. Папа хитрый. Папа взял себе в помощь работников. Кстати, как хорошо, что я женат. Очень даже сильно мне пригодились твои райстопы. Это не мои. Что это? Это эти чулки? Чулки, да, кстати. Значит, для чего чулки? Нет? Напишите в комментариях, для чего могут быть чулки при покраске. Ну, чтобы краской не наверняка, чтобы не было комочков в краске, чтобы процедить краску. Точно, Наташ, ну ты прям не даёшь вообще... Нет, я всё знаю. Никаких вариантов. Давайте, давайте, раскладываем. У меня сегодня ждёт ещё кухня. Мне нужно будет вымыть все шкафчики. А, блин, было понятно. Ром, 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 растили сюда. Было больно, но тут-то. Ром, туда. А кто есть нищий, дошёл? Так, и кухню тут. Чуть-чуть, и сподлиже. Субтитры подогнал «Симон»! Роман «Симон»! Роман «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот у вас какие ворштаты дети проходят? У нас проходят ворштаты малярские. Виталий, это малярство? Да. Полисвин. Слава полисвин. В эту сторону. Папа учит Славу красит. А эти двое сидят и ждут. Мама, я полисвин. Он у тебя месяц он ходит. А можно прямой полосой? Давай. Следующий будет Ромка. Я два раза. А ты два раза будешь? Возьмись чуть-чуть дальше, чтобы он у тебя вот так вот без проблем доезжал до потолка. Доезжай одним движением. И старайся, опять месяцем пошел, старайся везти по прямой линии. Поехали. Отсюда. Давай вверх. Стоп и вниз. Вот так. Вверх. И вниз. Ну что, у нас осталась последняя стена. И дети решили тоже попробовать. Давай. Сам теперь. Ром, как ты думаешь, это легко вообще красить? Я полисвин. Какой еще полисвин? Так, у нас парень остался последний, который будет красить. Ну давай, слезай уже с лестницы. Окей. И все. И у нас уже фишка отримается. Для самого младшего парня я упрощаю задачу. Буду маленьким маленьким. Нет, нет. Ки мы просто убираем. И будешь просто отриматься. И я покажу тебе, как будешь красить. Ну вот так вот. Просто за рючку держи. Поехали. Как здорово. Потому что все все знают. Вверх, вниз. Все все знают. Да, ну, кстати, эту стену... Ай, Тим, не доезжай до пола, а то маме потом мойки будет. Все, все, все. Эту стену, скорее всего, придется красить два раза. Потому что она была самая-самая грязная. Грязная сама, грязная. Тим. Не, ну вот посмотрите, чем они занимаются. У них ремонт закончился. Надо пол мыть. А они тут, в общем, скотч сняли. И еще и в футбол играют. Осторожно. Два-один. Два-один.